Информационную картину дня дополнят, как всегда, новости спорта в студии Марина Азябина. Здравствуйте! Второй год в финале. Сборная Удмуртского госуниверситета по мини-футболу вновь смогла пробиться в решающую стадию студенческого чемпионата России. В ноябре наши парни будут бороться за медали турнира в Евпатории. На тренировки команды побывала Илья Вихарев. Пробиться в финал, безусловно, большой успех признают в руководстве команды. Однако всегда хочется большего. В прошлом году в Новороссийске ижевские парни уже бились за медали, но не пошло с самого начала. Стали пятыми. На этот раз должно быть по-другому, считает главный тренер сборной УДГУ. Хотя соперники очень сильны. Две команды из Москвы будут. Команда будет из Питера, я знаю. Будет команда из Казани. Мы будем. Будет команда Омск. Остальные две команды пока неизвестны. Они еще играют эти отборочные турниры. Дорожка в финал уже протоптана. Сейчас важно посмотреть, как парни готовы к игре в решающей стадии. Это и должны показать контрольные тренировки. На этот сезон в любом случае перед турниром у нас самые высокие цели. Мы ставим перед собой. А по ходу турнира уже будет видно по состоянию команды, по состоянию соперников, на что они готовы. И мы будем от этого уже отталкиваться. Учиться и профессионально заниматься спортом очень сложно признают футболисты сборной УДГУ. Преподаватели идут навстречу, понимают ситуацию. Однако во время учебы трудно постоянно тренироваться, быть на пике формы. Именно этот фактор и стал причиной поражения в прошлом финале. Поэтому перед поездкой решили наиграть комбинации и дать хороший бой в Евпатории. Мы в принципе не собираемся, мы не тренируемся, грубо говоря. У нас просто есть набор футболистов, которые что-то умеют, которые прошли всю школу, которые с техникой, с умениями. Мы собираемся и пытаемся у каждого лучшее взять, совместить в совокупности и показать результат. Финал чемпионата студенческих команд пройдет в Евпатории с 13 по 18 ноября. Пожелаем нашим парням удачи. Тем временем в Санкт-Петербурге завершился Кубок страны по велоспорту на треке. Состав участников был сильный, несмотря на то, что лидеры в это время выступали на мировом первенстве во Франции. Так уроженец Удмуртии Никита Берсенев сумел попасть в число призеров. В командной гонке преследований он с товарищами по сборной занял второе место. Порадовала своего наставника Алексея Девятого и Арина Тетерина. В городе Осташко в Тверской области на всероссийском турнире по вольной борьбе среди девушек до 18 лет она тоже сумела пробиться в призовую тройку. В весовой категории 43 килограмма Арина завоевала бронзовую медаль. Соревнования эти были отборочными в состав юношеской национальной команды на 2022 год. Играли на выезде юные мастера пинг-понга. В Оренбурге прошел всероссийский турнир сильнейших топ-24. Попали по рейтингу на этот старт ижевские девчата Софья Ефимова и Софья Камашева. Обе показали хороший уровень игры и заняли в итоговом протоколе седьмое и восемнадцатое места. Добавим, что уровень турниров в этом году был очень высокий. Далее вести из Москвы тоже со всероссийских соревнований, но по художественной гимнастике. Где сборная Удмуртии без наград не осталось. Обладателями золотых медалей стали Полина Носарева, Валерия Поскина и Алисия Сагитова. Добавим, что выступали девчата на этом старте уже по новым правилам. Сейчас они продолжают подготовку к декабрьскому чемпионату и первенству республики. Представители восточного боевого единоборства «Сатакан», представляющие Удмуртию, сегодня отправились в Подмосковье на Кубок страны и всероссийские соревнования. Этот старт для ребят должен был стать этапом отбора и подготовки к чемпионату Европы. Но из-за сложной эпид-обстановки форум этот перенесли на следующий год. Но цели спортсменов наших не поменялись. Они готовы биться в Видном за самые высокие места. Будем бороться, естественно, за призовые места в общекомандном зачете. Но я надеюсь, что у нас в первую очередь юниоры отработают. Это самая такая трудная и сложная группа, особенно у нас у девушек. Вот там идет очень жесткая конкуренция. И юноши, те, кто у нас кандидаты в сборную России, тоже достаточно неплохо подготовлены. Независимо от того, что в этом году у нас много проблем было именно с пандемией. И Содокан у нас, будем говорить, в Удмуртии, по крайней мере, является как одна из лидирующих дисциплин. Очень хорошо сейчас у нас подтянулась Ситарю. Александра Михайловна Капралова там, в общем-то, от души работает. И Кабудо традиционно тоже достаточно сильное. Но вот, ну, все-таки, будем говорить, самый большой состав спортивной сборной России попадает именно с Содокана, ребят. Первый день турнира 28 октября. Не забываем, 28 октября нам есть за кого болеть в Казани. В четверг стартует этап Кубка мира по плаванию. Крупный и престижный турнир, на котором выступят в составе российской сборной и спортсмены в Удмуртии. Это Кирилл Долгов, Виктория Блинова, Самира Гумарова и Маргарита Дриамина. В этот же день в Ижевске будут разыграны первые комплекты наград национального перенства по стрельбе из пневматического оружия среди спортсменов 19 лет. Ожидается приезд более 400 участников. Старт важный. Сильнейшие будут включены в состав российской сборной для выезда в следующем году на международное соревнование. Такие, как перенство мира и Европы. Начало турнира в 9 утра в комплексной спортивной школе Олимпийского резерва имени Владимира Лукина. На этом я с вами прощаюсь. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!